привет всем всем здравствуйте ребят ну что ж кто собственно успел тот уже с нами кто опаздывает тут наверно подойдет чуть позже напомним здесь сегодня собрались чтобы послушать вот курс 1000 долларов в месяц на фотостоках наверное нужно представиться меня зовут даниил невский я собственно фотограф и тот человек то будет вести для вас сегодня вебинар слева от меня сидит света писал о том что она будет на второй день к нам присоединиться будет рассказывать про организацию съемок и и так далее но решил все-таки для информативности курса наверное логично ее с первого дня подключить потому что она уделяет внимание деталям про которые я могу забыть вот вы на самом деле отпишитесь слышно ли меня все хорошо видно ли все вот наверное немного расскажу о своей биографии совсем чуть-чуть начал заниматься фотографии я если не ошибаюсь света меня поправит по моему три года назад три года назад и из которых 4 4 2 года занимались вот фотостоками брали два года до связываю старт с приобретением профессиональной фотокамеры это было canon 5d мр2 на самом деле приобретал ее очень забавно вообще ничего не понимал в технике вот именно фототехники пришел магазин то есть накануне у меня был какая-то зеркалка если не ошибаюсь это был ником d300 я там снимал какие-то портретики со светлой сейчас периодически пересматриваем эти фотографии конечно очень смешно вот решил что пора уже до начинать сфотографировать на профессиональную камеру пришел магазин так как начинал с никона пришел спрашивал ником d700 и на тот момент его не было в наличии на что я просто сказала а что есть несколько лескам 5d мр2 я сказал он не хуже сказали не хуже вот так началась моя кредитная история потому что брал я его без первоначального взносом там долгий срок вот брал пару объективов он собственно начал вот с этого сделка это мини-студию дома и начал стал фэшн-фотографом громко конечно сказано потому что ну все съемки которые делал я делал с приставкой фэшн мне дико это там нравилось но когда мы смотрим фотографию в домашней студии девушка там с каким-то подобие бутылки что там получилось очень смешные фотографии ну так вот занимался и фэшн фотографии пытался всячески там какие-то модельные тесты снимать сотрудничать с модельными агентствами чужды мне были всякие съемки свадеб съемки беременных мам собственно не очень люблю этим сейчас заниматься вот но вот по мере становления как фотограф понимал что денег-то надо зарабатывать и начал вот фотографировать свадьбы мамочек собственно частные фотосессии проводить но очень много уходило в раскрутку то есть и эмоциональных сил и какие-то финансовые тратил на яндекс директ и прочую прочую ерунду вот не особый там выхлоп был я так переживал поскольку не работал нигде больше сразу уволился и начал фотографии заниматься переживал и потом как-то однажды встретил человека который занимается фотостоками фотографа недовольно давно на микростоковом рынке и он сказал вот собственно рассказал мне о фотостоках я решил прошариться на эту тему посмотрел там какие-то уроки что-то почитал и собственно начал фотографировать вот прям по моему на следующий день мы поехали забронировали студию напечатали денег каких-то там долларов типа на принтере и фотосессии у нас было там парень с пачки долларов короче была еще вариация с рублями была вариация с рублями для российского рынка вот кстати фотографии некоторые до сих пор продаются с того момента не странно это было изоляты вот ну вот началась моя такая карьера фотостокера которая сразу оговорюсь что ошибок было совершено очень много очень много опыта за это время приобрел если бы знал то что знаю сейчас на тот момент скорее всего как старт был бы много быстрее так ну вот пожалуй все сейчас я вот здесь с вами и собственно рассказываю о своем опыте немножко еще уделю время плане схеме нашего сегодняшнего вебинара перед вами презентация она носит не столько информационный характер сколько навигационный если вдруг вы решите потом пересмотреть видео чтобы было проще ориентироваться в главах про которые буду рассказывать но вот можно так листая смотреть на экран и понимать о чем идет речь так ну вроде по приветствию все да ну да начнем собственно рассказ начну я а ну хотел сказать что сегодняшний первый вебинар он пройдет в таком лайтовом режиме у нас есть ребята как новички так и уже ребята которые зарегистрировались на фотостоках большей степени сегодняшний вебинар будет интересен тем кто только собирается зайти может быть даже кто-то не фотографирует но я считаю что и полезным будет для тех кто уже на фотостоках почему потому что по своему опыту я знаю что прослушал вебинары и находил для себя всегда что-то полезное вот собственно том что такое фотосток фотосток ребята это посредник на самом деле между автором и клиентом покупателем проще говоря это интернет-магазин фотографий который предоставляет площадку для размещения своих работ как там вас пиарит кстати даже незаметно для вас его допустим совершенно не знал что фотосток занимается я раме фотографии оказывается там какие-то создаются коллекции на каких-то сайтах размещаются и тем самым привлекая клиентов вот работа фотостока организована следующим образом на фотостоках главные ребята это ревьюеры я всегда считаю главным потому что от них зависит приняты ваши фотографии в портфолио или нет собственно вы проходите экзамен сначала регистрируетесь проходите экзамен загружаете какое-то количество фотографий вот на экзамен если вы проходите эти фотографии попадают в портфолио и на таких фотостоках как шатерсток если фотографии удачно вы прошли экзамен по крайней мере у меня продажи начались первый день чтобы очень приятно на самом деле вот и мотивировал дальнейшей работе так вот проверка есть проверка проверяется то есть фотографии загруженную ревьюером какое-то количество времени расскажу чуть дальше хочу еще по организации о том что выстраивается очередь у нас нужно наверное рассказать ребятам при проверке загрузки фотографии собственно ничего там сложного нет потом клиент заходит ищет по поисковым ключам как правило вводит ряд ключевых запросов в поисковую строчку находит необходимые фотографии скачивает их есть там несколько вариантов подписки приобретения приобретение там одной фотографии обходится дороже ему покупает скачивает с выбранной им лицензией и собственно пользуется успешно хочу сказать немного защите как защищаются просто неоднократно был у меня вопрос о том что вот фотографии на фотостопах можно ведь просто так скачать и использовать не покупая кстати интересный вопрос все фотографии защищены понятно вот армарком там тоже выбираете настройках его сами где разместить и фотографии естественно там самым низком разрешении которые никуда не используют но однако я свои работы встречал на китайских сайтах в интернет-магазинах они не особо не заморачивались прикреп мы просто скачивали вот эту вот превьюшку картинки с логотипом шатерсток и вставляли успешно ну а что грех отойти на российских различных порталах и прочим можно найти свои фотографии наверно никак не избежать все равно есть такие умельцы которые изловчатся и каким-то образом либо даже могут найти банально вас вконтакте вы разместили фотосессию свою что вот я провел для шатерсток они возьмут дернут и разместят у себя стопроцентной гарантии нет никакой фотостоки защищают изображение конечно же но сильно париться о том что не выкладывать в интернет фотографии которые вы загружаете в портфолио на стоки нет их украдут обязательно выложат на какие-нибудь сайты где фотообои и прочее это российские я имею ввиду сайты поэтому особо не парьтесь потому что россия это не самый крупный рынок на который вообще стоки рассчитаны да но об этом чуть позже я сейчас расскажу о видах стоков существует макро и микро стоки вот но макро они называются условно на самом деле раньше были просто стоки как это назвать то я не знаю ну не было макро были просто стоки фотографий магазин фотографий если так приставка макро появилась тогда когда появились микро стоки вот на самом деле до появления вот интернета были какие-то агентства которые продавали фотографию в аналоговом виде то есть клиент приходил вылистал там альбомчик выбирал понравившуюся фотографию и фотография ему предоставлялась в виде негатива слайда с которым собственным опытом дальнейшим что хотел то и делать но цены начинались от нескольких сотен таких фотографий вот что собственно что собственно что породило микро стоки наверное так вот макро стоки считаются более качественными более эксклюзивными туда как бы стремились стремятся попасть фотографы но лично мое мнение сейчас качество фотографий на самом деле сопоставимо с макро и микро стоками в силу большой конкуренции видимо ну и я так скажу что потихоньку макро стоки они может быть это мое субъективное мнение они не проигрывают в конкуренции и потихоньку загибаются вот что еще ну вот появились микро стоки когда появился интернет появилась конкуренция умные ребята сделали микро стоки немного прогадали они на мой взгляд с ценой потому что ценообразованием уменьшили цену во многое количество раз там сотни наверное можно было поменьше сделать люди все равно покупали конкуренции там не было вот появились микро стоки и стали цену они сбросили за счет таких факторов как ввели лицензии новые которые позволяли там использовать фотографии для ваших целей не было необходимости выкупать изображение вместе с авторскими правами например можно было купить фотографию это была не эксклюзивная фотография ее также мог купить и как сейчас может купить другой какой-нибудь клиент и использовать там в зависимости от лицензии определенное количество раз стоят они сейчас гроши там копейки отчисления автора собственно такие же бывают но слава богу есть и такие лицензии как там расширенная лицензия маркетфриз и так далее о них я расскажу позже которые собственно и делают заработок от фотографа вот сейчас появился новый фотосток ему всего два года стокси я на нем вот мне посчастливилось стать автором немного его отношу в сторону от макро и микро стоков потому что я даже не знаю какому виду его поставить потому что вроде бы как он не макро потому что там есть и royalty free лицензии и всякие такие но в то же время ценообразование на нем очень интересное оно отличается от микро стоков и процентное соотношение стокси платит 50 процентов отчислений сразу автором вот поэтому туда конечно стоит стремиться попасть но сделать это крайне сложно в силу того что там определенное количество авторов в принципе будет то есть если на микро стоках может зарегистрироваться любой кого позволяет техника то вот в стокси по-моему если не ошибаюсь врать не буду 1000 авторов максимум планируется на данный момент порядка 600 по-моему вот но о том как попасть на стокси и что нужно сделать для этого какое портфолио составить иметь куда его разместить я тоже расскажу чуть позже вот хотелось бы затронуть тему клиентов фотостоков это важная на самом деле часть потому что нужно обязательно понимать кто покупает ваши фотографии вот я иногда себя дергиваю во время съемки во время организации продумывания съемки бывает что приходит идея в голову какая-нибудь давайте снимем там какого-нибудь летящего человека в татуировках с большими крыльями орла кого-нибудь а потом задумываюсь кто это купит какому из клиентов это собственно может понадобиться вот о клиентах всегда нужно думать потому что на не ваши деньги по факту и на фотостоках есть такое понятие как фолловеры подписчики это те люди которые следят за вашим творчеством которым творчество ваше нравится и при добавлении новых фотографий они стремительно их покупают вот короче это грубо говоря ваш постоянный клиент и так основа собственно рынка клиентского это дизайнеры дизайнеры используют абсолютно фотографии в разных местах начиная банальных сайтов интернет каких-нибудь там лендинг пейджей и заканчивая я даже не знаю чем заканчивая ну сми разные журналы иногда можно встретить свою фотографию в телевизоре вот то есть фоном какой-нибудь рекламе там о чем-нибудь в программах даже бывает видишь вот в банкомате вот недавно видел фотографию где еще используется ну разные приложения вот допустим последняя фотосессия была там я фотографировал если зайдете на портфолио стокси девочку в таком в тестовом варианте с татуировками вот она мне задала вопрос собственно куда может пойти вот эта фотография она даже понятия не имеет наверное она предположила что для каких-нибудь фэшн журналов но на самом деле нет вот в таком то есть не нет не только вот в таком такого вида съемки используется абсолютно все разные вариации и вот последний раз я видел подобного рода фотографии из моего портфолио были использованы в приложении мобильном там по моему по обработке какие-то фильтры очередные выпускались для обработки фотографий и вот какой-то там один из фильтр был украшен от моей фотографии вот дизайнеры дизайнеры основные ваши клиенты бывают же такие частные предприниматели то есть это какой-нибудь там я не знаю ларек морек открывается там шашлычная вот им нужно украсить свою вывеску какой-нибудь они сами себе дизайнеры покупают вставляют вот ну и третий вид клиентов это частный обычный человек частный пользователь которому вот ваша фотография безумно понравилась и вот он хочет повесить ее на стену например и украсть интерьер он тоже покупает у нас в России само собой крайне редко происходит в странах Евросоюза и в Америке о их менталитете я тоже расскажу чуть позже там есть примеры забавные смешные вот но вот они активно покупают и для собственных целей вот но вот сегодня я тоже общался с фотографом и он рассказывал как одна девочка из нашего города увидела его фотографии он пленочник и безумно влюбилась просто в нее и просила вот ей продать но ребята там по-моему если не ошибаюсь распечатали сами и не подарили не просто так и так собственно для каких целей еще могут использоваться фотки могут использоваться для презентации допустим кто-то делает презентацию в школе даже не знаю в университете но это я опять говорю про Евросоюз и прочее используют презентациях первые я здесь заговорился немного забыл прилистать наше оглавление две секундочку про клиентов поговорил так ну вот про разницу менталитетов стоящим расскажу немного все-таки здесь приведу пример вот я не так давно зашел на аудио джангл это музыкальный сток музыкальный в общем все что связано с музыкой и смотрел какой-то урок и там рассказывал парень такой забавный случай что авторы стремятся попасть в бесплатная разделка на главной странице мне было интересно почему так стремятся туда очень сложно попасть оказывается все довольно просто ну само собой привлекается это внимание к твоему портфолио если ваша работа выложена на главной странице но люди американский евросоюз которые заходят на вашу работу слушают музыку им она нравится они видят что скачать ее можно бесплатно может быть даже скачивает но дело доходит для использования куда-нибудь они думают а что-то как-то не так а у меня нет лицензии а вдруг чего-нибудь вдруг какой-нибудь судебный иск и так далее покупают покупают то что выложено бесплатно вот такая штука у нас этого никогда не произойдет мне кажется ну вот сейчас входит уже отвлекаясь от темы популяризуется такое понятие когда на типа помощь автор вот вроде тоже становится популярным и там и так чем собственно зарабатывает фотосток фотосток на самом деле особо не стесняет зарабатывает большей частью как бы от суммы который сплотит клиент за вашу фотографию на данный момент если я не ошибаюсь вот буквально вчера просматривал для того чтобы вам сообщить проценты отчислений на шатаре на микро стоки шатер сток отчисления со старта начинаются 20 процентов то есть вот вашу фотографию купили за доллар вам отчисления падают 20 центов остальное забирает все фотосток потом прокачиваясь максимум которое отчисление вы можете получать это 30 процентов и опять таки если мне не изменяет память но вроде вчера смотрел было 30 процентов вот если не ввы не эксклюзивная но шатер что как бы не подразумевает понятие эксклюзивности есть такие фотобанки футболе тоже расскажу чуть позже если установить эксклюзивным автором для этого то собственно там сразу чуть побольше отчисления так ну вот фотосток зарабатывает в основном отчисления от автора процентами так ну немного расскажу про 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 по моему листал все верно расскажу про каждый из стоков на собственно популярный шатер стоком может прочитать это один из крупнейших фотобанков большим уровнем продаж вчера буквально слушал одного фотографа он рассказывал про такие фотостоки макро стоки как getty images и еще какой-то фотосток называл вот они являются рынком вот как бы продаж но туда попасть крайне сложно по моему уже невозможно если не ошибаюсь может быть если вы какие-то там мегафотографы вот это макро стоки в них там большие отчисления но меньшее количество продаж поэтому я рассмотрю микро стоки самые популярные самопродающие куда стоит зарегистрироваться и так шатер сток это первое куда он стоит попасть стремится попасть у шатер стока есть экзамен 10 работы не принимают на экзамен и 7 из них обязательно должны быть приняты то есть у вас есть право на три ошибки грубо говоря промаха сразу оговорюсь что вот в группе которые закрыты в дальнейшем мы будем с вами прежде чем регистрироваться на фотостоках и проходить экзамен ну как-то смотреть портфолио оценивать и такой мини экзамен внутренний делать почему потому что если вы не проходите экзамен примерно на шатер сток с первого раза то по моему вам предоставляется возможность поучаствовать снова вот в экзамене через месяц если вы не проходите снова по моему через три не знаю там какая система сейчас ну то есть вот если вы это как с правами то есть если не получили то следующий раз можно только через там какое-то определенное количество времени поэтому надо стрелять прям с первого раза вот я буду всячески стараться помогать вам для этого обязательно для регистрации на шатер что нужен загранпаспорт это было первой причиной по которому я побежал в паспортный стол но если у вас нет загранпаспорт то отчаиваться не стоит есть фотобанки которые принимают фотографии без экзамена них я не расскажу чуть больше и стоит уже укладывать туда сейчас фотографии принимает шатер сток растровые фотографии jpeg и так далее принимает вектор видеоклип и музыку даже по моему вот так и у нас пишет что у нее чат пропал но я надеюсь все исправится если у кого-то есть какие-то ошибки отписывайте цветы следить вот типы лицензии стандартные модели продаж по штучному подписке ну и собственно способ выплаты через чек что собственно интересно наверное для тех в штатах пойпал и moneybooker самый распространен так еще раз шатер сток одна из самых продающих фотостоков куда обязательно нужно попадать микро стокерам в первую очередь далее я выделил фото ли а вот некоторые ставят во вторую позицию длинстайм по-моему но учет как-то у меня с ним не заладилось с первых минут регистрации этом сложно очень разбирался и забросил его и вот фото ли у меня на самом деле сейчас как ни странно практически сравнивается с шатером не знаю что у них открылось подразделения в которых все фотографии загружены в фото ли они дублируют и продают по одному доллару грубо говоря там очень много возмущения было на эту тему автор но тем не менее никто не стал выгружать свои портфолио продают но в связи с этим повысилось количество продаж вот почти сравнялся с шатером тоже крупный фотосток его автором по-моему является русский человек и чувак какой-то который успешно продал его совсем недавно компания адопта какую-то там космическую сумму миллионов долларов за что респект ему обеспечил жизнь себе и своим детям внуку вот она фото ли у собственно вот на макс пишет 700 миллионов долларов для меня это вообще космическая сумма какая-то не знаю можно ракет купить на марс полюсеть осваивать в чем его большой плюс в том что нет экзамена то есть фотографии вы можете пробовать и загружать уже сейчас прям вот я не знаю после старта окончания нашего вебинара послезавтра бежим и загружаем все фотки шучу конечно будем обсуждать вот оптимальный вариант для начинающих фотостокеров фото ли имеет одно из крупнейших баз изображений все действительно верно по типу лицензии он не отличается от шаттер стоком модели продаж абсолютно такая же вот способ выплат у него пойпала moneybookers для тех кто живет в россии эти обе системы работают абсолютно одинаково то есть грубо говоря работают конкретно каждая из них я расскажу чуть позже вот дальше я выделил депозит фотос это тоже новый фотобанк у него тоже довольно неплохая уже база сейчас собирается активно развивает и обещает нарастить базу покупателей авторов чем я его выделила тем что но всегда же муторно загружать вот для меня было портфолио допустим а снял я серию там 100 фотографий отретушировал надо же загрузить на шаттер сток на фото ли и вот третьим у меня стоял депозит а депозит меня всегда выручал тем что у них есть русская поддержка довольно такая приятная и я загружал фотографии у меня был менеджер и собственно есть но сейчас несколько иначе делаю расскажу как я ему писал что я фотки загрузил вы ребята мы отрибутируйте как надо поправьте ключи но собственно началось все с того что я загружал фотографии атрибутированной они говорили что у вас какая-то каша в этих давайте атрибутируем за вас атрибутировать значит прописывать ключевые слова по которым собственно клиент будет искать фотографию ваш вот они это делали за меня собственно я приноровился загружал фотографии писал им на почту что я там загрузил очередную партию они атрибутировали это заменять тем самым я экономил время ну как мне казалось расскажу об оптимизации на самом деле ни хрена я не экономил время так у депозита есть тоже экзамен 5 работа но пройти его не так сложно потому что он конечно менее требовательный чем шаттер сток вот тип лицензии виды принимаемых работ абсолютно то же самое модель продаж то же самое вот по способам выплат добавляется в обмане честно говоря не знаю насколько только это удобнее сразу скажу потому что я никогда маленько шли корич кошелек не имел учет им не пользовался никогда вот далее по убывающий у нас а нет обманываем дальше а и стоп фото почему он у меня 4 стоит хотя он был флагманом таком и лидером продаж среди микростоков вроде как но вот по количеству продаж ребят если у вас как-то иначе у тех кто торгует на микростоков буду рад услышать ваш опыт вот он у меня ничего не продает практически помимо того что колоссальных усилий стоит загрузить фотографию лично для меня и человек такой своего рода ленивый немного вот и в чем собственно отличие если допустим на шаттер сток я описываю фотографию там девушка красивая там танцует поет то на ай сток я должен еще указать параметр каждого слова то есть что я имею ввиду под словом girl то есть это девушка женщина или маленькая девочка и вот это занимало мне большое количество времени я загружал ну я конечно загружает фотографии но вот как-то и количеством продаж они меня особо радуют уж не знаю почему реже на дует вот экзамен три работы прошел я тоже скажу сразу его на самом деле у меня как-то не возникало проблем с прохождением экзамена то есть и вообще загрузим прошел никаких проблем вот у знакомых и друзей как раз проблем были вот для регистрации требуется также загран паспорт вроде как они принимают еще внутренний паспорт то есть например российский плюс там права почему права потому что на правах есть дубль транслит правильно транслитом прописано имя и фамилия то есть английскими буквами и сойдет вроде как за международный документ вот ну способ продаж такой же как и на шатер сток чек paypal money bookers поехали дальше еще такой момент ребята вы если какие-то вопросы есть обязательно и фиксируйте где-то себе там в тетрадочке после паузы которая у нас возникнет там через час примерно мы уделим время вопросам и потом перейдем к второму блоку так дальше я вот выделил список фотостоков начинаем вертикальной и вертикальном порядке то есть вот полами 1 2 3 р и вот так называем вот и вот вниз вот таким вот образом в порядке углубания по количеству портфолио количество продаж здесь еще дублировал лори видимо по невнимательности вот то есть на этих фотостоках по крайней мере на первом столбце тоже желательно зарегистрироваться открою вам секрет что я ленился это сделать и сделал это буквально три месяца назад четыре ой обманывают даже наверно два месяца назад и понял что фотографии на что продавались на каждом стоке на самом деле очень глупо было не регистрироваться сразу на всех стоках и опять же говорю сыграла моя лень почему потому что пускай продажи то у них небольшие но вот помаленечку помаленечку приятный бонус и рам приятный вам из-за бонус до падает особенно те стоки у которых есть автоматический перевод на вашу денежную систему платежным это такой раз проверяешь а там пришел от какого-нибудь там биг стока 50 или 100 баксов дополнительно какой-то месте очень приятно это нужно использовать таких очень выгодном варианте например когда с какого-то одного стока у вас самая большая прибыль вы ее используете на то чтобы кушать платить за квартиру когда уже выходите на этот уровень а с этих стоков это такая копилочка например скота из которой можно вытягивать потом деньги пускать их реинвестировать скажем так съемки или в аксессуары какие-то которые нужно накапливать но об этом тоже чуточку попозже расскажем да 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 собственно вот некоторые ребята я знаю делают вот используют фото ли почему-то он как такой некий накопительный момент как копилочку грубо говоря не выкладывать это фотографии но не снимает она там копится 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 в определенный момент и не снимает там 5000 долларов пока покупает для себя какую-то обновку едут куда-нибудь отдыхать тоже удобно вот не включил список вот такую вот штуку отправил в чате сейчас канва ком это не то чтобы сток может быть дизайнеры если кто-то сталкивался с дизайном знаком это такая самоиграйка понятие из музыкальной сферы для дизайнеров где есть шаблоны дизайна и там их можно составлять как это относится вообще к нам и к фотостокам дизайнеры когда делают составляются на дизайн свои у них есть бесплатные картинки и платные картинки там нет такого понятия как автора то есть зарегистрироваться там может каждый но вот как клиент но можно написать в поддержку этого стока не столько вот этого сайта дизайнерского я как сделал я написал по моим в поддержку прям так и написал там указан какой-то email был я говорю ребята как можно вот собственно продавать у вас фотографии они говорят загружайте нам втп то есть через вот втп программку файл зила я пользуюсь на такой-то такой-то там адрес я загрузил все это что-то зависло какое-то время там месяц они по моему смотрели даже не знаю приняли какие не приняли я уже забыл про них вот потом не отписал менеджер что дам ваши фотографии приняли если чё подгружайте еще таким же образом когда будут вот ну я так и забыл успешно потом через какое-то время я захожу там чит шарился открыл раздел вот администрирование и смотрю такая кругленькая сумма висит и оказывается продается вот продается каждый месяц и довольно успешно сейчас сравнялась практически что-то у меня все сравнялась ну да и догоняет на фотоле то есть и канва мне приносит третью позицию по заработку что очень забавно на самом деле я вообще не ожидал что он будет продаваться фотографии вот продаются имейте ввиду так ну вот в порядке убывания немножко о лоре фотостоки это почему ему выделяю внимание особенная лоре и пресс фото и пресс фото это фотосток нашего селябинского друга дима широносова ну не лично моего друга просто мы его так коллеги называем ювия сразу сделаю акцент что вот вопросы давайте на вот второй блок то есть вы их запишите куда нибудь ответим чуть позже главное не забудьте вот так пресс фото тоже неплохой фотосток и имеет какое-то такое среднее количество продаж деньги приносит самое главное вот качество у них фотографии неплохое ревьюеры адекватные поэтому туда тоже советую грузить вот что касается лори лори это наш российский фотосток у него есть плюс большой именно то что он русский вот почему потому что вот снимая здесь для европы поначалу очень сложно потому что люди которые нас окружают это славянские интерьеры которые нас окружают это советский в большинстве случаев там жалкая пародия на евро ремонт фотостудии и так далее но вот российскому менталитету те кто покупают все-таки фотографии дизайнеры порой им не нужна вот эта белоснежная улыбка европейцев а нужны наши ребята извиняюсь может кого-то бежать наши российские в общем лица на фотографии и вот они запасаются собственно на сайте лори но есть у них одна такая большая загвоздка опять-таки это не на личном опыте я там не зарегистрирован во первых с регистрацией у них какая-то беда почему это не зарегистрировался потому что там надо отправить физическим образом не помню документы или счет портфолио но в общем надо было в конверте что-то отправить и а заявление написать распечатать расписаться отправить там какой-то абонентский ящик какой-то город там они должны утвердить потом прислать и ответ и отправить им фотографии короче все это очень утром на ну и вдобавок ко всему я слышал такую историю как один из фотографов накопил кругленькую сумму копил там также и собственно возникли большие проблемы с выводом вот может быть из-за оборота они не смогли их вывести мелкого на тот момент но в общем и деньги он свои так и не получил или получил он спустя какой-то большой 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 срок с трудом короче все это было но он собственно перестал туда грузить и я особо не парился с ним вот поэтому все таки вот первый столбец и фотографии фотостоки которые были до этого слайда так едем дальше какой финансовый успех варму возможно на фотосток сейчас я скажу такую фразу которую меня лично всегда бесит все очень индивидуально на самом деле я писал вот в группе вольница и такой небольшой свой экскурс по заработку сколько можно зарабатывать возможен успех конечно большой но я расскажу о реальном успехе который собственно вот у меня есть и по опыту моих коллег фотостокер я собрал друзей которые собственно в такую как-то называется группа фокус-группа ребят которые торгуют на фотостоках у с разным количеством портфолио у кого-то там меньше девятиста меньше тысячи то есть 900 фотографий но при этом он снимает такой каждая фотография у нее индивидуальные красивые и так далее кто-то снимает прям штампуют фотографии имеет больше 20 тысяч фотографий в портфолио провел такой опрос и и собственно появилась некая формула что заработок фотостокера имеется ввиду наверное после полугода или года работы почему потому что ваш уровень прокачивается и вы получаете уже наибольшее количество отчислений с этого стопа так вот на данный на этот момент заработок фотостока в идеале составляет половина половина от количества фотографий то есть например вы имеете портфолио в пять тысяч фотографий две с половиной тысячи долларов вы зарабатывать это идеальная картина и сразу хотел сказать о таком моменте что я не говорю о заработке на каком-то конкретном стоке под заработком на микро стоках я имею ввиду что вот вы загрузили все свои пять тысяч фотографий на все вот эти вот микро стоки на все виды и в общей сложности ну там где-то приняли больше где-то меньше в общей сложности вот у вас получается такая сумма в две с половиной тысячи фотографий на самом деле цифра в пять тысяч фотографий она только поначалу выглядит пугающе и вот лично для меня было о как это так фотографировать это сколько нужно снимать чтобы пять тысяч фотографий достичь сейчас я понимаю что это очень смешно потому что вот работая в команде милс когда мы не так давно я тоже писал об этом проводили фотосессии подходили к процессу организованно грамотно и вот оптимизировая оптимизирована то съемочный день у нас занимал то есть вот мы снимали с десяти утра практически до 10 вечера меня это модели меняют декорации назовем их так какие-то костюмы и выносили в этот момент за съемку до 15 тысяч исходников фотографий то есть за съемочный день за один съемочный день 15 тысяч исходников фотографий из которых было обработано отретушированное загружено порядка там ну они до сих пор и тушируются и загружаются но отобрано порядка 7 8 тысяч вот представьте за один день можно снять портфолио в 8 тысяч фотографий бы говоря понятно что он будет неполноценным потому что будет очень узконаправленным там однообразно но вот восемь тысяч фотографий дальше остается дело за малым отретушировать на любимое дело атрибутировать собственно и загрузить на сток вот но это это такая большая команда работать над съемкой вот в одного или с каким-то помощником реально вывозить с фотографий собственно когда я начинал обычная часовая съемка обычная там девушка какие-то чуть-чуть количестве небольшой аксессуаров мороженое на розу еще что-нибудь на каком-нибудь фоне это 300 исходников наверное никто не даст соврать что за час работы 300 кадров вы успеваете сделать из которых вполне можно отобрать 50 штук которых можно загрузить на фотостоке вот 50 за съемку соответственно не напрягаясь можно сделать до трех съемок собственно в неделю но и тогда несложная математика сколько вам понадобится чтобы сделать 5000 фотографий вот немного отклонился а сейчас еще один такой момент скажу что не так давно зашли ребята на микро стоке не буду называть их имени но они очень забавным образом делают у них есть команда дизайнеров и собственно фотографа фотографы щелкают людей на белом фоне их называют изоляты фотостоки фотостокеры вот щелкают на белом фоне а а дизайнеры успешно фигачит интерьеры за они просто поставляют этих людей на интерьер и штампуют и у них просто колоссальный рост портфолио вот они у ребят есть минус такого вида деятельности в том что но они проигрывают по качеству скажем так большой клиент дорогой фотографии вряд ли возьмет скорее всего вот их клиенты это те кто использует фотографии на сайтах каких-нибудь небольших буклетиках и так далее так вот про идеальные варианты рассказал это половина в долларах того сколько есть у сколько вы составляет ваше портфолио реалии таковы что ну по своему опыту скажу поначалу выходила приблизительно но спустя полгода приблизительно треть вашего портфолио составляет ваш заработок то есть вы если вы имеете тысячи фотографий в своем портфолио то 300 долларов зарабатываете вот 300 400 приблизительно так в макро стоковая индустрия там вообще было очень было интересно как бы сделались то есть открылись макро стоки так отвлекусь на вопрос сергея он спрашивает это со всех стоков ну это да это я имею ввиду со всех стоков но это вариант не идеальный я сказал наверное минимальный то есть вот если вы снимаете как-то так не очень часто не очень уделяете время организации съемок подбору моделей ретуши вас ромает ну как-то не особо развиваетесь то примерно вот так в общем говоря это минимум который вы сможете зарабатывать но просто если вы зарабатывать и меньше то что-то уж совсем идет не так ключевое слово одно пишите вот вот такой момент так что-то я хотел сказать расскажу все не буду на вопрос отвлекаться все вопросы чуть дальше так как начать работать на стоках ну на самом деле все очень просто надо зарегистрироваться во первых это занимает ну вот я сказал что буквально два месяца назад и решил все-таки пополнить вот портфолио на остальных стоках и на некоторых я даже не был зарегистрирован очень глупо с моей стороны регистрация на шести истоках заняла у меня там меньше получаса вот я сделал на каких-то нужно было пройти экзамен сделал папочку экзамен загрузил по 10 фотографий и собственно там где нужно было пройти экзамен быстренько загружал регистрировался очень легко и просто это все происходило вот если какие-то будут трудности соответственно будем помогать в группе что-то рассказывать отвечать на вопросы и так далее вот зарегистрировались как я сказал нужно пройти экзамен для экзаменом нужно портфолио портфолио ваше должно быть разнообразным то есть нежелательно если вы сделали какую-то удачную съемку и там у вас модель анфас профиль держит кружечку потом другой на другом кадре ложечку вот понимаете о чем я нужно чтобы было максимально показать ваше разнообразие допустим если на таких фотобанках как стокси ценится ваша индивидуальность то есть вот я заходил с фэшн портфолио то есть у меня был там серия съемок фэшн клёвых ну как они оценили клёвых вот и собственно пригласили меня там снимать дальше продолжать вот в этой стези связи на микростоках ценится ваше разнообразие то есть вашего портфолио с каким портфолио заходил я это я помню было пару портретов пару фотографий предметок пару фотографий по моему бейзажных если не ошибаюсь ну и там пару фотографий котиков каких-то которые наверно отмели по моему у меня было там сколько-то реджектов и два или три тем не менее прошел ну так вот составили вы портфолио для экзамена специальная собственно отправляете экзамен на экзамен и ждете ответа ответ как правило приходит ну на всех понятно банках по разному допустим но вот фото дюн есть такой фотобанк ответ к ним пришел вечером я отправил его утром не пристали вечером что я прохожу на фотостоп допускается мое портфолио и вечером же я уже загрузил туда несколько фотографий вот следующим этапом это загранпаспорт если у вас уже нет я уже повторяюсь нужно бегом бежать в паспортный стол потому что основные фотостоки которые продают требуют загранпаспорт ну и если у вас нет загранпаспорта то значит вы не путешествуете насчет жизнь проживаете это так я на болевшем вот ну просто очень такой интересный момент что я побежал за гранпаспортом не для того чтобы поехать путешествовать за границу а для того чтобы зарегистрироваться на фотостоп печаль вот про экзамен собственно сказал ну и все то есть проходим экзамен и регистрируемся проходим экзамен ждем ответа получаем ответ положительный и собственно загружаем первую фотографию в портфолио я вот хотела небольшое внести уточнение данила обмолвался о том что специально подобрали фотографии для портфолио это даже не столько подобрали фотографию для портфолио сколько сели обдумали проанализировали, подготовили, всё качественно сделали и отсняли специально для этого экзамена. Можно отснять там не 10 кадров, а прям большую серию, чтобы потом это ещё, когда пройдёт те экзамены, подгрузить эти фотографии. Но это должен быть качественный продукт уже, а не просто вот из того, что было, как говорится. Да, это ещё и почему, потому что всё-таки ваши первые фотографии, я уверен, они по качеству всё-таки отличаются от тех, которые вы можете сделать уже сегодня. Если вы даже неделю назад купили фотоаппарат и начали фотографировать условно. Вот. Есть такой ещё момент. Я буду в группе выкладывать такого рода информацию. Во-первых, это будут брифы для актуальных тематик на грядущий месяц, так скажем. Я буду делиться информацией о том, ну что актуально нужно снимать, например, в апреле. Для каких праздников, на какие темы, какие цвета актуальны будут в этом месяце. Ну вот приблизительно в таком формате. На всякий случай, бриф – это план съёмок, потому что... Да, что-то я не отмолвился. Да, кстати, вот такие слова, если какие-то, Данил выдаёт, потому что для него это уже привычно всё как родной язык. Если кто-то не понимает, о чём идёт речь, вы не стесняйтесь, спрашивайте. Бриф – это план съёмок или одной конкретной съёмки, для того, чтобы размеренно работать по нему. Не в хаосе в каком-то пребывать, а идти вот по пунктикам, как говорится. Вот. О чём мы говорили? О том, что ты будешь выкладывать в группе информацию. Да, выкладывать в группе информацию. И, собственно, по экзамену очень советую, давайте сделаем так. У всех, наверное, уже есть какие-нибудь облачные места в облаках, каких-нибудь Яндекс.Диск, Гугл.Диск и так далее. Давайте, прежде чем отправлять, это касается, естественно, тех, кто только собирается зайти на стоке, прежде чем отправлять на экзамен фотографии, будем выкладывать, делиться в группе. Я обязательно буду смотреть каждую, комментировать и говорить, что не так. Или что так. Да, и это же касается риджектов, потому что первые риджекты будут, риджект, опять-таки говорю, это отказ, то есть не принимают, там бывают разные комментарии, ревьюеров иногда не бывает. Вот. С риджектами можно бороться, можно исправлять и загружать. Вот я одного из участников консультировал, но не совсем в полной мере, об этом мы ещё обязательно поговорим, чуть дальше про риджекты. Вот, по-моему, если я не ошибаюсь, завтра. Итак, следующий момент, это выбор техники. Чем снимать? Снимать, на самом деле, можно всем, что снимает. Я уже говорил, тоже, по-моему, статью какую-то писал. Вот, и я очень глупо поступил, ну, потому что, опять-таки говорю, не было у меня опыта. Я побежал и купил фотоаппарат на тот момент за 100 тысяч рублей, плюс ещё объективы к нему. Я не знал даже объектив какой-то. Я взял сам Янг, потому что знал, что вроде нужен широкий угол. Сам Янг, если кто знает, это мануальный объектив, в который очень сложно попасть в резкость, то есть на фотостоках, на микростоках нужно обязательно, чтобы фотография была резкая, резкость была на ресничках, на глазу. Естественно, на широкий угол, чтобы мне там на открытой диафрагме попасть куда-то вот в глаз по резкости, это было крайне сложно. В итоге мне пришлось продавать, тем самым я деньги потерял. Ну, так вот, снимать можно на всё, что угодно. Вот всё, что у вас есть под рукой, выше 4-х мегапикселей. Естественно, продаваться дороже будут и успешнее фотографии с профессионального фотоаппарата. Но скажу вам по опыту, то, что до профессионального фотоаппарата нужно дорасти. То есть, когда вы будете понимать, что всё, я уже выжил из этого фотоаппарата максимум, мне нужен другой, вот тогда стоит идти и покупать или там откладывать деньги на фотоаппарат. Начну я с техники, такой как мобильный телефон, смартфон. Вот эти гаджеты есть практически у каждого. И сейчас очень в тренде и ценится, я очень скептично к этому относился. В том, что мне казалось, это оскорбляет фотографа, который потратил 100 тысяч кредит, когда там какой-нибудь чувак снимает на свою Nokia и выкладывает на фотостоп. Но нет, на самом деле, эти фотографии успешно продаются, потому что сейчас очень модно вот эти всякие селфи, мобильные фотографии, очень много снимают. И, соответственно, чтобы быть ближе к народу, дизайнеры используют мобильную фотографию. Но красивую какую-то картинку с красивыми цветами. Продают такие картинки. Стокси в том числе, Фотоли, я знаю, продают такие картинки, депозит фото. То есть у них есть специальный раздел и приложение, через которое очень быстро, удобно сфотографировать и загрузить, пополнить ваше портфолио. Фотолио вот не так давно даже устраивала конкурс с призом, если не ошибаюсь, 5000 долларов за какую-то там лучшую фотографию на мобильный телефон. Может быть, на какую-то конкретную тематику, не помню, не участвовал просто. Вот. То есть, фотографируем на телефон, действительно, если кто-то хочет зайти на фотостоки, на микростоки, но у вас пока еще нет фотоаппарата, там кто-то обещал вам подарить на день рождения, фототь можно уже на телефон сейчас. Какие фото примут, тоже можно выкладывать в группу с вопросом, примут или не примут. Ну, само собой, понятно, без разбора делать этого не нужно, то есть, там, все подряд щелкать. Моя еда, я вот себе в зеркало. Да-да-да. А какие-то художественные кадры... Вот в мобильной фотографии ценится художественность. То есть, это какие-нибудь там перспективы, какая-нибудь композиция, натюрморты. Кстати, вот еда света зря сказала, что не нужна. Еда нужна, если она красивая. Не картошку вы пожарили дома, а вот, как это любят делать в ресторанчике, красивую еду, если с хорошим светом. Вот. Дальше. Дальше беззеркальные фотоаппараты. Тоже можно снимать. Даже можно снимать на вот эти вот мыльнички какие-нибудь. Понятно, что процент реджектов будет больше, гораздо больше, покупать их будут реже, но для того, чтобы попробовать и начать, можно это делать и даже на такие фотоаппараты. Естественно, в приоритете это зеркалки, кропнутые зеркалки, ну и профессиональные не кропнутые зеркалки, полнокадровые фотоаппараты, ну и там уже дальше пошла среднеформатная техника и так далее. Если даже кто-то занимается пленочной фотографией, у кого-то есть пленочная техника, кто-то там более-менее умеет снимать на пленку, но, как правило, на пленку умеют снимать те, кто уже умеет снимать и приходит к пленке те, кто умеет снимать уже на зеркалке. Тоже можно сканировать, только в какой-нибудь правильной лаборатории. Вот у нас, слава богу, в Новосибирске открывается такая лаборатория, которая очень круто сканирует и как называется фильм? Lighthouse. Фильм. Что это такое? Lighthouse фильм. Вот. Ссылку я тоже на них скину. Почему? Потому что, может быть, кто-то пленочник и так чисто для души многие присылают даже из-за границы фотографии, потому что очень круто ребят сканирует, недорого и, в общем, круто. Вот. Можно снимать даже на пленку. Дальше у нас идет беззеркальный фотоаппарат, такие похожие на мыльницу, но вот субъективным, уже таким взрослым. Вот. На них тоже можно снимать и особенно здорово на них получается. Почему особенно здорово? Потому что, как правило, чаще фотографии пейзажей из каких-нибудь тур-поездок, потому что с собой зеркалку страшно брать большую, там, профессиональную украдут, разобьешь, что-нибудь утопишь. А вот беззеркалку можно, берите даже, и я вот все никак не могу купить, но планирую купить вот беззеркальный фотоаппарат как раз для таких целей, для поездок каких-нибудь. Зимой бы, наверное, поехал кататься на сноуборде, взял с собой и пощелкал. В принципе, вообще должна у вас быть камера с собой какая-нибудь под рукой всегда. Вот у меня вот фиговый мобильный телефон, смартфон, я что-то не очень их люблю и очень часто выпускаю на улице кадры, которые реально могли бы продаваться. Вот, то есть под рукой всегда должен быть какой-то фотоаппарат, это вообще в идеале, потому что вот мы однажды шли со Светой и был такой офигенный закат, то есть солнце красивое, именно свет падал. Город был, какой-то ветер, у Света очень круто развивались волосы, и это те кадры, которые реально могли бы увеличить там моё портфолио по количеству фотографий и мой карман по заработку. Специально не создашь такой фотографий. Да, специально не создашь. Ну, вот я очень жалел, так бывает очень часто, что нет с собой. Плюс ко всему, когда есть с собой фотоаппарат, особенно там компактный, но есть всегда с собой, его очень помогает развивать вот художественный взгляд. я вот когда был одно время я с собой носил плёночный фотоаппарат и вот моя прогулка это было построение вот какой-то композиции правильно, я на всё смотрел, на все перспективы, на какие-то треугольники, линии, я город оценил, картинка, очень круто, на самом деле, помогает вот развивать именно художественный взгляд. Так, поехали дальше. Зеркальные фотоаппараты, крупнутые, то есть это большинство, наверное, начинают с таких простые там Nikon и Canon какие-нибудь 450D, я линейки не особо знаю, сейчас их там пополнилось большим количеством. Это то, с чего стоит начать. Недорогие объективы на них относительно, сами тушки недорогие, но это то, уже что позволяет понять, что такое вот эта фототехника, собственно, позволяет больше экспериментировать, и, ребят, не фотографируйте на авторежиме. Я вот все-таки советую на мануальном с самого начала, сначала познать вообще вот эту технику всю полностью. Я на самом деле планирую для новичков в дальнейшем, наверное, какой-нибудь курс сделать по именно основам фотографий. Просто их уже настолько много в интернете, это можно освоить вообще на раз-два на комнате в YouTube, но все-таки если кому-то понравится там, как я веду, допустим, вот этот вебинар и уже будет комфортнее работать со мной, то вот я обязательно такой экскурс проведу по фототехнике основам фотографий. Вот. Собственно, по зеркальным фотоаппаратам, не профессиональным и профессиональным, ну, понятно, что профессиональный я уже сказал, что стоит покупать тогда, когда вы освоили уже вот этот маленький фотоаппаратик крупнутый. Отдельно я хотел сказать про объективы. На самом деле я не скажу, что это миф ни в коем случае. это действительно так, что главное не тушка, а главное объективы, на которые вы снимаете. Вот. Потому что от них зависит микроконтраст, от них зависит цветопередача в какой-то степени, от них зависит качество картинки напрямую. вот. Но я скажу, что за этим гнаться вообще ни в коем случае не нужно, потому что вот так случилось там в каком-то по-моему тоже на вольнице. Я писал, что некоторое время назад я там остался без техники, расставаясь там с коллегой, вы поделили ее таким образом. У меня остался пленочный фотоаппарат и на оставшуюся там какую-то сумму я пошел купил с вывода Canon 6D, это чуть получше, чем 5D Mark II. До этого снимал, как я говорил, на 5D Mark II. Но на объектив у меня денег не особо хватило. И я приобрел 85,1 и 8 Canon. Но это не зум, это не универсальный объектив, это портретник. Неплохой портретник, не серии L. Но проведя несколько съемок, я понял, что очень сильно нуждаюсь все-таки в зум-объективе. хоть и вроде как он качество уступает, но он сохраняет силы мои, потому что не нужно бегать туда-сюда к модели, это раз, во-вторых, ну что-то как-то у меня в творческом вдохновении я играю зумом, приближаю, отдаляю, грубо говоря, там перспектива меняется, меня вдохновляет, я смотрю, эта картинка меняется, и вот щелкаю много кадров. Вот, стал вопрос о приобретении зум-объектива, я посмотрел на свой любимый 24-70, который я снимал до этого 24-70 2.8 или макро, стоит он вообще колоссальных денег, сейчас в нашем городе он стоит 140 тысяч рублей, денег у меня таких на данный момент свободных вообще не было, я там планирую покупки другого характера, посмотрел на 24-105, этого несколько похожий объектив с диафрагмой на 4, вот, стоит он практически 80 тысяч, а объектив мне нужен был завтра, грубо говоря, вот, на съемке, я зашел на Авито, наш сайт, посмотрел, кто продает что из Шириков и приобрел, как мне сказал один из моих коллег, как же он сказал-то, как-то нецензурно он сказал, в общем, объектив фу-фу-фу, там Рон, перекрестился и попросил больше не называть, покажи, достань, что-то, там Рон 28, по-моему, что-то там 70, 70 что-то, сейчас, одну секунду, ребят, это 85. Спасибо.